Возвращение Боярышника мы обсудим с первым заместителем председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывшим главным санитарным врачом России Геннадий Манищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Когда вы привыкнете к тому, что бывших главных санитарных врачей не бывает? Здравствуйте. Прошу прощения. Не можно отвечать на вопрос уже? Да, я только его еще не задала. Сейчас задаю его. Скажите, пожалуйста, и вы... Он в ваших глазах написан. Надеюсь, вы его правильно прочитали. Звучит он так, я для зрителей просто озвучу. Согласны ли вы с решением Роспотребнадзора отменить мораторию на продажу Боярышника и прочих вот таких суррогатов? Ну, вам так и норовите водрузить знамя победы над этой, в общем-то, очень серьезной проблемой. Дело в том, что, во-первых, его никто не отменил, просто закончился срок ограничений. Но его не продлили, как в предыдущие разы? Это первое. Второе. Боярышник – это даже не вершина айсберга. Это маленькая крошка. Вот перед той огромной проблемой, которая у нас возникла где-то, наверное, в последнем десятилетии прошлого века. Вот. Само слово «боярышник» в данном случае – это маркетинговый ход. Потому что «боярышник» у нас есть медицинская настойка, которая продавалась в 50-граммовых флакончиках темного цвета. А это вот так называемая парфюмерно-косметическая продукция. Ну, начнем с событий в Иркутске. Я уверен, что это была специальная, спланированная акция убийства наших сограждан. Потому что в промышленных объемах разлить во флаконе метиловый спирт вместо технического этилова, на что рассчитана вот эта технология, да, это было сделано или местной, или федеральной алкогольной мафией. А зачем? А затем, чтобы поднять вопрос, и вот тут господин, который только что комментировал это событие до меня, это вот как раз то, что вот давайте снижать цены на алкоголь, потому что, дескать, вот будет дешевый алкоголь, и тогда мы, значит, победим эту болезнь. Не надо этого делать. Надо и цены повышать. Алкоголь должен стоить не меньше 300 рублей за пол-литра. И выполнять все те остальные меры, которые есть. А теперь давайте вернемся вот к этой продукции. Эта продукция называется... У нас есть настойка боярышника медицинская, там тоже хулиганят. А это настойка боярышника техническая, так называемая парфюмерно-косметическая продукция. Я помню с Эльвирой Сахипзадовной, когда она была первым заместителем министра экономики, вел очень такие глубокие теоретические споры. Она говорит, ну как же так, нам надо дать возможность развиться нашей косметической продукции. Никто не собирался развивать это что? Это вот технический спирт, этиловый технический спирт, который якобы добавляется в боярышник, которого там близко нет, там какая-то подсветочка идет. Он официально написан, что это для ванн. Да? Вот я приму эту ванну с техническим спиртом, и у меня наступит душевный упуск. Как только не называли ароматические добавки для того, чтобы обойти вот эти запреты. Тут есть две вещи. Есть вот эта, так называемая, паршемпиарно-косметическая продукция, которая никакого отношения к ней не имеет. И есть еще товары бытовой химии. Это вот те аналоги, куда разливается огромное количество технического спирта. А иногда, как Вы говорите, хулиганят и попадает метанол, который убивает людей пальцами. Нет, это было преступление, потому что в промышленных объемах метиловый спирт разлить, это было сделано преднамеренно. И кто это сделал? Те, кто разливал или те, кто им подсунул этот спирт? Это вопрос следственных органов. Но с той проблемой даже легче разобраться, чем вот с этой. Смотрите, у нас в стране есть 8 заводов, которые расположены в моногородах, в основном в Таежной Сибири, где производится несметное количество технического этилового спирта. Для чего? Они когда-то работали на оборонную промышленность. Так вот, не уменьшив объемы производства, и Вы знаете, что у нас промышленность сегодня не очень радует нас своими достижениями, ни один завод не прекратил работать. Все это идет вот на эти два вида продукции. Здесь, во-первых, производители, они избавлены полностью от ответственности, потому что они же говорят, мы же не пишем, что это для употребления. Хотя весь дизайн вот этой вот упаковки, он настроен на то, чтобы люди это пили. Поэтому сейчас добиться запрещения вот этого пузырька, значит, завтра будет настойка пустырника, послезавтра верблюжьи колючки, после-послезавтра мятые пошли. Так пока не удается урегулировать вот этот вопрос. Почему нужно снимать-то мораторий, отменять его? Его никто не отменял, просто закончилось действие этого разрешения. Я еще раз говорю, в прошлые разы продлевали, а включили не автоматически. Так вот, если взять сегодняшнее наше законодательство, то оно, к сожалению, стоит на стороне вот этих преступников, которые вот делают вот эту спиртсодержащую продукцию двойного назначения, как я называю, которая рассчитана на социально сниженную прослойку нашего населения. Малоимущую, пьющую или уже находящуюся в состоянии медицинского заболевания, которое называется алкоголизм. Вот для этого все это делается и производится в несметных количествах. На этом наживаются. И вот если мы сегодня с вами поставим задачу, во-первых, запрета подобного рода свободного предпринимательства, вообще это никакая не косметическая продукция. Понимаете? Косметический, любой косметический... Где нормативные акты от того же Роспотребнадзора, который все бы это, понятно, прописал, чтобы под видом косметической продукции это не продавалось в активе? Ну, во-первых, порядок производства парфюмерно-косметической продукции не Роспотребнадзор производит. В принципе, у Роспотребнадзора сегодня есть все основания сказать, а мы тут при чем? Это не пищевая продукция, да? Пьют? Ну пьют, ну мало ли что пьют. У нас там и гуталин некоторые употребляют для того, чтобы получить эффект алкогольного опьянения. Понимаете? Мне казалось, что компетенции Роспотребнадзора гораздо шире и выходит за рамки пищевой продукции. Это же не пищевая продукция, да? И далеко не парфюмерно-косметическая. Это все понимают, что происходит, но все говорят, а как же, законов вроде нет. Геннадий Григорьевич, очень коротко прошу вас. Почему так происходит? Почему никто не вмешивается? И кто эти интересанты, ради которых ничего не меняется? Интересанты? Недобропорядочный бизнес наш. Кстати, вот эта продукция мешает нормальному алкогольному бизнесу. Хотя нормальный алкогольный бизнес я никогда не назову. Но вот тому, который легально разрешен, и поэтому я не исключаю, что вот тот нормальный алкогольный бизнес организовал в Иркутске, это массовое убийство, социально сниженных сограждан нашей страны. Так вот, сегодня, в принципе, нужно элементарное решение. Запретить производство продукции, которая никакого отношения не имеет к официально-косметической продукции, но это должны сделать Минэкономика, Минпром. Так, или вы как депутат Государственной Думы. Можете внести соответствующие законы правила? Это не закон нужен. Это нужно элементарное распоряжение правительства. Элементарное. Или нормативный акт ведомства. Но, тем не менее, это продолжается уже 20 лет. Я помню, мы ухищрялись, уменьшали объем, когда их просто начали разливать в полулитровые бутылки, мы начали придумывать условия. Сделайте специальную бутылку. Сделали, потому что моржа наживы такая большая, что там все, что хочешь сделать. Попросим сделать фигурную бутылку, да, там, типа, какого-то там зверя или там человека, и сделают. И на этом будут иметь доход. Понимаете? Поэтому вот это наша пресловутая слобода предпринимательства, да, это примерно вот то же, что мы сейчас говорим. Давайте мы разрешим снова продавать алкоголь в киосках, потому что нашему малому бизнесу, видите ли... То есть у производителей этанола, да, лоббистские возможности гораздо больше, чем у производителей алкоголя, и у всех остальных, почему их никто не может одолеть и выпустить то самое материальное? Потому что за эти 30 лет мы могли вот эти моногорода, где находятся вот эти 8 заводов, производящих в несметных количествах спирт из опилок, помните Высоцкий пил, если водку гнать не из опилок, то что бы нам было, да? Вот никто не хочет этим заниматься, всем выгодно, чтобы вот это производилось, потому что и те делятся, и другие делятся. Поэтому здесь надо вещи называть своими именами. И та концепция алкогольной политики, которую в 2009 году наш президент утвердил, тогда он был премьер-министром, должна исполняться, а не быть просто манускриптом с прекраснодушными размышлениями о здоровье населения. Спасибо, Геннадий Григорьевич, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич Онищенко был в программе. Что это значит на РБК? Оказалось, что за всем этим бояршником, пустырником и прочими суррогатами стоят, оказывается, производители этанола, которые все узурпировали и ради спасения нескольких моногородов, в том числе вот такая есть версия, их не закрывают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова